Москва. Институт научной информации по общественным наукам РАН. Второй день российско-белорусского форума историков открывается пленарным заседанием с участием высоких гостей из обеих частей союзного государства. Современные отношения России и Белоруссии носят подлинно союзнический стратегический характер. Духовные связи и духовное единство наших братских народов зиждется на фундаменте, прочном фундаменте и общей культуры, общечеловеческих ценностей, на неразрывности нашей исторической судьбы. В течение двух дней форума более ста участников из разных регионов союзного государства обсудили актуальные вопросы общей исторической памяти и перспектив формирования единого научно-образовательного пространства. Приветствую участникам пленарного заседания направил глава администрации президента Белоруссии Игорь Петренко. Сегодня мы строим союзное государство, основанное волей двух народов на принципах равенства и взаимоуважения. Оно динамично развивается. Несмотря на внешнее давление коллективного Запада, где в угоду политической конъюнктуре попираются фундаментальные принципы научного познания, фальсифицируется история и культура. Действительно, в современных геополитических условиях отношения России и Белоруссии выходят на качественно новый уровень стратегического партнерства. В последние годы высшее руководство наших стран активизировало и культурно-гуманитарное направление сотрудничества. В первую очередь, речь идет о таких принципиальных вопросах, как противодействие фальсификации истории, героизации нацизма, защита памятников материального и нематериального культурного наследия. Россия и Белоруссия бережно относятся к общей истории. В вопросе преемственности поколений работа с молодежью играет ключевую роль. В рамках двустороннего сотрудничества будет создана российско-белорусская рабочая группа, призванная помочь синхронизировать научно-исследовательскую и историко-просветительскую работу. В перспективе предполагается сблизить подходы двух стран в рамках преподавания в высшей школе обязательных общегуманитарных курсов, основ белорусской государственности, истории России и ДНК России. Государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал и о других результатах сотрудничества России и Белоруссии в научной, образовательной и культурной сферах. В этом году в полтора раза увеличены средства союзного бюджета на финансирование гуманитарных программ, кадетской смены, спартакиады. Впервые мы финансируем вместе с Советом Федерации, Советом Республики организованный удивительный проект «Вахта памяти», когда равноправно молодые ребята из Белоруссии и России проедут от Бреста до Сталинграда, но по сути дела по местам боев в рамках одного поезда. В прошлом году под эгидой секретариата союзного государства состоялась презентация книги «Защищая Отечество». Она посвящена истории Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года. А к предстоящей годовщине начала Великой Отечественной войны в свет выйдет книга о гитлеровском геноциде народов Советского Союза. Бойю в сердце отзывается трагедия Хатыни. Ее образ воплотил в себе судьбы тысяч белорусских сел и деревень, дотла сожженных гитлеровцами и их подручными из числа украинских и прибалтийских националистов. В последние годы, благодаря вновь открывшимся источникам, к изучению геноцида советского народа обратились многие российские и белорусские исследователи. Результаты работы форума продемонстрировали взаимный интерес российских и белорусских исследователей к дальнейшему укреплению взаимодействия. По предложению Миноборнауки России, поддержанному белорусской стороной, эта двусторонняя площадка станет ежегодной. Служба информации Фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова